Всем большой привет! Итак, давайте обсудим ароматы, которые я носила первую неделю, первые две недели февраля месяца. Мне кажется, только был Новый год. Уже половина февраля прошло. Какой кошмар! Как быстро время летит! Итак, мой любимчик, вот знаете, именно сейчас я так в кучку составляла те ароматы, которыми я пользовалась. Шейк под номером 201. Это аналог на розовую молекулу. Зарко парфюм с пинк молекула 09090. Как же он мне нравится, этот аромат. Да, он немного отличается от оригинала, но мне как оригинал нравится, так и этот аромат мне безумно нравится. Я себя поймала на мысли, что не хочу его отпускать, хочу продолжать, знаете, им пользоваться. И я хочу еще. Я бы запаслась, может быть, даже соточку бы купила и все. И была бы абсолютно спокойна. В общем, классный аромат. Аромат розового шампанского. Аромат немного ягодный. Бузина. Но он не сладкий, он прохладный, он кедровый. В общем, классный. Обожаю. Есть ощущение вот этих пузырьки, да, вот это вот шампанское. Есть такое ощущение. В общем, классный, безумно классный аромат. Я им пользовалась и буду продолжать пользоваться. Стойки шлейфовы только лишь в прохладное время года. Вот, поэтому я думаю, еще, ну вот, март точно я им буду пользоваться. И сколько он у меня? Года два, наверное. Видите, как немножечко я его израсходовала. Хотя довольно-таки, ну не то чтобы прям суперчасто, но частенько я его выгуливаю, да, частенько. У меня с Project Pen я все пыталась дозавершить. Rea Flowers Night Orchid не смогла. Осталась совсем капелька. Вот капелька. Но я думаю, что я этот аромат перенесу на следующие две недели и уже его завершу, в общем, да, прям добью. Еще один аромат A1. Это такой, знаете, такая вкуснятинка, такое вкусное ситро, как мы с мужем определили, как ему так этот аромат напоминает ситро. Линейка Local Nature, аромат Jasmine. Это любимчик из этой линейки. В этой линейке их три аромата. Все три есть у меня, но именно этот, это, конечно, мой любимчик. Jasmine здесь какой-то невероятный, мягкий и абсолютно нежный. Такой, знаете, он какой-то такой прям пушистый. И поджаренные семечки кунжута. Это очень интересно звучит. Это очень вкусно. Единственное, что аромат не очень яркий, не очень шлейфовый, не очень стойкий. Но я очень люблю в нем находиться. Возможно, он настоится, знаете, потому что как-то я его в люди не выгуливаю, только дома. А дома нет ветреной погоды, да, в квартире, поэтому определить тоже сложно. Надо как-то попробовать, вот будет весна, выгулять именно куда-то прям, да, на улицу. Следующий аромат Faberlic Bon Couture. Этот аромат я использовала только по вечерам дома, вот только для себя. Он немного пудровый и он ягодный. Знаете, какие ягоды? Это ежевика, малина, черника. Даже вот, знаете, какие-то такие темные в большей степени ягодки. Цветы и немного такой нежной, красивой пудры. Ну, вот такой ягодная, да, пудра. Это неплохой аромат, довольно-таки плотный, довольно-таки яркий. Я вообще раньше их не воспринимала, вот эти ароматы, да. Вот Faberlic линейка MariaVay, по-моему, да, это были ароматы. В общем, я их не воспринимала как какими-то такими яркими, но, как показывает практика, они тоже настаиваются. И ого-го, даже какие яркие. Моя любовь аромат Cherish. Изначально, когда я собирала подборку, какие ароматы я планирую носить, этот аромат я не включила. Но потом я решила, что как же я про него подзабыла-то. Я его взяла, я его выгулила немного, раза два. Но это такой кайф. Это вообще, это лучший аромат. Вот я в очередной раз убеждаюсь, что это лучший аромат вообще, мне кажется, в моей коллекции. Такую бурю эмоций, которые дает мне этот аромат, мне больше никакой парфюм не дает. Вот, в нем есть все. В нем и мягкость, и нежность, и пудровость, и перечность, и отголоски, да, цветок, вишневый цвет, да, вот что-то такое есть тоже. Какой просто потрясающий. Он и на каждый день, он и куда-то на выход, он и на свидание, он какой-то он прям на великолепнейший. Вот это я во флаконе, как мне кажется. В общем, люблю, обожаю. Надо прикупить, потому что это, по-моему, последняя тридцаточка у меня. Пошлый аромат. Аромат измен. Аромат какого-то разврата практически. Это люксовый аромат Burberry for Her в парфюмерной, по-моему, воде. Да, ну когда же ты запомнишь. Конечно, парфюмерная вода. Немного ягодный. Очень мускусный. Очень плотный. Очень тяжелый для меня. Для меня два пшика – это ого-го. Хотя раньше я нормально на себе выносила два пшика. Но, знаете, как-то сейчас... У нас сейчас такая, в принципе-то, и погода. Вот сегодня очень-очень солнечно. Плюсовая температура. Плюс четыре, плюс шесть днем бывает, да. Вот, бывает даже больше. Редко когда минус. И, в общем, ну как-то вот в более зимнее, да, такое время года мне нормально было два пшика. Но сейчас для меня этого много. Поэтому один пшик очень такой интересный, плотный, мускусный. Такой, знаете, современный, на самом деле, аромат. Очень многие ароматы сейчас, они вот этим грязным мускусом плотным, телесным. Они похожи. Хотя есть ощущение и чистоты в нем, и фруктов. Но вот этот мускус, который, знаете, соединяет, да, вот эту и фруктовость, и чистоту, вот этот грязный мускус, это, конечно, да. Из люкса я еще решила взять воспользование вот такой у меня пробничек Burberry Body. Это парфам. Ненавидела этот аромат. Вообще никогда его не понимала. Он для меня опять был какой-то такой душный, какой-то такой телесный. И вот мне не хватало в нем яркости, свежести, каких-то всплесков, да. Я люблю вот такие сладкокислые, вот такие вот озорные, лучезарные, такие вот, ну, какие-то вот, знаете, не знаю, аромат фейерверк. Да, это для меня был абсолютно не такой парфюм, но я его нанесла и пошла гулять с Ирмой на улицу. И тут он раскрылся. И тут я ощутила персик, про который все говорят, но для меня вообще он был не персиковый. Какие-то нежные, свежие цветы. Ну, наверное, белоцветочность, да, какая-то. И это было и немного свежо, и игриво, и красиво. И вот этот вот тоже а-ля мускус такой плотный, такой вот он мягкий, он куда-то развеялся. И я поняла, что я даже подумываю зайти, зайти куда-нибудь в Магнит Косметик, может быть, еще раз протестировать. Я тестировала и Burberry Body, и там есть тендер-версия, да. Вот, по-моему, тендер мне еще как-то более или менее понравился, но более цветочная. Ну, в общем, еще раз зайду, протестирую все версии, и, наверное, когда-нибудь куплю себе вот такой боди, но уже определюсь, какой именно, да. Но это тоже неплохо, но только на улице. Вот в помещении вот как-то вообще не мое. Следующий аромат – это Faberlic Fortunato. Наверное, первый раз вообще, в принципе, за то время, когда есть у меня этот флакон, а это где-то два года, я нанесла его на себя. Нет, второй раз. Я вру. Второй раз я нанесла его на себя, и, в общем, да, я была в нем целый день. Он стойкий, он шлейфовый, он больше все-таки кремовый, да, с отголосками пудры. Есть в нем а-ля миндальная миндаль и вишневая косточка. Есть, но в раскрытии это нечто косметическое просто. Вот, да, где-то далеко вот какая-то вишня, она присутствует, но вот совсем далеко, далеко, далеко. В общем, довольно-таки уютный аромат, но такой он возрастной немного, но приятный. В общем, выгулила, мне в нем вполне понравилось, очень даже комфортно себя чувствовала, поэтому буду, ну, как-нибудь буду еще его выгуливать. И, конечно же, мой любимчик. Максимальное количество времени я провела в аромате от Фиберлик Футурия. Очень яркий, очень динамичный. Немного даже с отголосками унисекс, как будто. Такой пудрово, как будто перченый. Вот, да, он такой просто яркий, резкий. Мой муж говорит, что это резкий аромат. Вот эта пудра, она резкая. Очень интересный, но я, знаете, его на улицу не выгуливала. Я в нем была в основном в помещениях дома. Гости, в общем, я почему-то этот аромат... Ну, знаете, он шлейфовый и стойкий, и чтобы не думать, если на мне аромат нет, его на мне. Я вот нанесла, и все, да, и наслаждаюсь, в общем-то, вечером. В общем, была в этом аромате. На улице, как мне помнится, он раскрывается с такими более фруктовыми отголосками. Но как-то на улицу особенно я его не выгуливала. Либо, знаете, как-то я не заметила больше такого раскрытия. Опять же, он так раскрывался в более прохладное время года. Сейчас уже, ну, как-то у нас нет таких морозов, больше нет. Какими ароматами я не воспользовалась? Монталь. У меня здесь пробник лежал, по-моему, с января еще. В общем, в январе носила, вот как-то сейчас не стала носить. Фаберлик Дезерабл, это мужская туалетная вода. Не стала его выгуливать. Такой, знаете, в старте это свежий, лавандовый, морской бриз. И какое-то такое вкусное, есть сразу уже слышно отголосок, такое красное сладкое яблоко. Но на мне раскрывается это просто каким-то яблочным пирогом. Не стала почему-то я его выгуливать. Также я не стала выгуливать Бомонт, который, да, Фаберлик тоже, который аромат у меня в Project Pen парфюмерном. Эйвен Люмината. Прекрасная парфюмка, очень компотистая, очень простая, но невероятно комплиментарная. И вот как-то вообще я перестала им пользоваться, хотя задумываюсь задублить. Малина. Малина, что там еще? Я уже даже не помню, что... Пион. Малина. Деревяшки, но и мускус, мне кажется, однозначно тоже есть. И Кельвин Кляйн. Инту, по-моему, да, вот почему-то тоже. Я не стала выгуливать, почему. Но, может быть, ближе к весне я еще вернусь к этому аромату. И вот черный кристалл, который не оригинальный, я все никак не могу допользовать. И, знаете, я сегодня подумала о том, что, наверное, я не буду гнаться за вот этими пустыми баночками. Если я что-то не израсходую, ну, значит, не израсходую. Значит, что-то перейдет на следующий год. Вот, например, вот это, ну, выкину в конце года, ничего страшного, да. Ну, что теперь? Много ароматов хочу пользоваться. Чем хочу, тем и пользуюсь. Вот, поэтому, ну, вот так, да. И поэтому я не стала прям в эти две недели налегать, как я обычно это делаю, чтобы израсходовать парфюм. Ну, хотя как-то, да, немножечко пыталась израсходовать вот эти 10 миллилитров. Ну, здесь было, наверное, уже изначально 5. Ну, осталось сколько? Ну, миллилитра полтора, мне кажется. Ну, я добью, потому что сегодня 14 число. Кстати, всем, всех с праздником и с днем влюбленных. Всех люблю, обожаю. Обожаю за то, что вы смотрите меня и наполняете меня энергией, позитивом и желанием снимать для вас. В общем, да, всех обнимаю, целую. Так что с днем влюбленных. И еще с днем освобождения, как мой муж говорит, сегодня праздник, день освобождения Ростова-на-Дону. Вот. Так что, наверное, я допользую, может быть, за сегодня и за завтра, да, как бы я допользую. То есть я, наверное, уже не буду переносить на следующие две недели. Осталось немножечко, да, вроде как я с 1 по 15 собиралась носить эти все ароматы. Но у меня появилось время сегодня снять, потому что завтра, скорее всего, я не смогу снять парфюмерное видео. Вот. Поэтому еще у меня сегодня полдня. Вот. Может быть, даже вот прямо больюсь и завершу этот аромат. Все, мои дорогие. Огромное всем спасибо за просмотр видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok